Трудно собраться после этого? Постарайся. Что же касается согласных букв? Я просто говорил о своих наблюдениях, да? Мало того, что мы прочитаем в книгах, мы все читаем, у нас у всех разные условия, мы все ходим в интернет, мы все читаем книги, тут все понятно с этим делом, в этом отношении. Я же пытаюсь вам пояснить то, до чего дошел я сам, допустим, да? Иначе смысла нет, зачем мне собирать всех, чтобы рассказать о том, что я где-то чего-то вычитывал. Итак, переходим плавно к звукам согласных. Я пришел к выводу, что звук Л означает, то есть каким образом из чего состоят у нас слова. Он, кстати, маркер уже не пишет. Он мне напомнил волеугулярную структуру, где также имеется ядро в виде согласных, имеются электронные протоны в виде гласных. И все это соединяется. Вот почему при смещении смысла слов, при одном и том же коробке, мы всегда можем найти связь одного слова с другим словом, не имеющим к этому никакого отношения. По цепочке. Далеко, но тем не менее, оно в конце концов выводит нас к этому слову. Примеры я уже, у нас, как бы, время все больше и больше сжимается. Примеры я не буду приводить, но просто скажу, что по букве согласно Р. Это все вы, не знаю, сами это наблюдали, нет, но просто я скажу вам, что я заметил, кстати, что все, что летает, лезет, льется, у нас всегда связано с этой буквой. Какая-то такая субстанция такая, нестабильная. Ль, ль. И вот мы с вами, когда слово «любовь» разбирали, да, мы тоже с этим сталкивались. Что-то такое вот нестабильное, все из чего-то надо выбирать, вот любое, там, сотрудничество, на БРЭЙ, там, все это вот напоминает о том, что все что-то нестабильное, все что-то движется. В отличие от буквы Т другого ядра, вот ядро Л, вот это ядро Т, в противовес к этому. Этого у нас обычно обозначает, вот вы обратите внимание, все что топит, толкает, топает и твердее. Т, твердый. И, ну, ТАЛ, это же древний символ, Анг, вы, не знаю, игитская мифология у вас, знакомьтесь с ней? Игитский крест. Допустим, я опять же еще один пример приведу, допустим, букву В, ну, я уже говорил вам, что это, как шелкнули, что частицы это означает вектор направления, да, вот, то же самое можно сказать и в букве М, допустим, ядро М, на основе которой складываются слога, а потом и слова тоже. Я просто обратил внимание, что все, что мы маем, то есть имеем, мя, мя, меня, раньше говорили предыдущие, мя, мя, а слово и слова мять, то есть мой, речь идет, малыш, да, в том числе. Мышь, мышь. Мышь, мышцы. Вот, кстати говоря, при чем тут мышцы, мышцы? Да, мышцы, мышцы. Это мышонка. А. Здесь, когда мышца вродит, она напоминает мышонка, именно поэтому мы гускулы назвали так, натеняли. Но у нас тоже в слове есть мышца, тоже связано с мышью. Вот таким образом, с одним горлым, абсолютно разные значения у нас появляются. И это, что касается вот слова спать, я разбирал, тут, собственно, много ума не надо, да, оно практически читается и пишется, но все сходится и переводится. Что касается переводов, как я уже сказал, что нам дается в словаре русском, нам дается растолковывание, пояснение понятия, но не перевод. Я же условно разделил переводы на три подвида, то есть это сначала, значит, первое, это пояснение, пояснение понятия, да. Второе, это у нас дословный перевод, то есть дословный, ну, вот на примере мускулы, да, и дословный. И третий, буквальный, буквальный перевод, значит, первое, пояснение, это мускулы. А, нет, извиняюсь, я немножко перепутал, я просто волнуюсь, уже нет, вообще начинаю, потому что у меня уже много, я у вас отделал. А мы на первую путь введем. Да? А мы все-таки поймем. Вот мужской, мускулин, это в английском языке означает мужской. Дальше у нас это пояснение нам дается, потом какой-то перевод, это пояснение. Дальше, дословный, это мышечный, то есть мужской мышечный, мышечный. И третье, буквально, вот к чему я обычно стремлюсь, буквально, чтобы понять общность корней, откуда слово пошло, этибологию слова. Вот буквально это мышечный. Итак, мышечный, мышечный и мышечный. Вот что представляют из себя слова. В основе своей это пояснение, это толковник, но никак не переводник. Я стремлюсь к тому, чтобы вычленить слово, смысл, глубину, откуда пошло слово. И что это мне позволило сделать. Если таким образом вы, на примере слов, сплэш, и я это называю попсой, да, ноус это ляус, ляшка, двигатель, и все, это попса, то есть как читать чик, чека, чека, извиняюсь, как в английском, например, русском, ну, практически звучит. А в чем, собственно, заключается моя методика? Вот есть слово такое, очень модное. Бизнес. Мы так любим это слово, оно такое престижное. Что, на мой взгляд, это обозначает по моей методике? А, итак, это дело, да, мы там читаем, то есть нам поясняют, нам не переводят, нам поясняют. А что же это в буквальном смысле такое? Ну, нес, как вы сами понимаете, это не что иное, как носитель. Носитель. Как я пришел к этому году? Да вообще элементарно. В словаре всегда все слова, вот, заканчиваясь на это, всегда слова оканчиваются на носитель. Да меня за что? Нести, нес. Нес, нес, не зла, не стиль. Нес, носитель. Носитель чего-то. С этим все понятно. Дальше, вот это слово. По-моему, вот так оно пишется. Бизель, занятый, да? Бремя. Ничего не помирает? Ну, а занятый. Абуза. Хори, буз, это у нас приставка в русском языке. Это окончание. Бизи, абуза. А при чем тут это? Ну, хорошо. Значит, вот кто-то ботать говорит, да? Дело-то в том, что в английском языке есть это слово. Базар. Болтать. Болтать и болтать. Болтать. И поэтому, когда мы говорим, вот я встречался с шотландцем, я ему бы сказал, ну, мы сейчас вот тут базарим. Базарим, я ему объясняю, это значит разговаривать. Он говорит, да я знаю, у нас там тоже, а как говоришь, махло. То же самое. То есть, что такое слайд? Это речь, возможно, когда-то употреблявшаяся и ставшая частью какой-то прослойки какого-то отдельного общества. На самом деле, речь не делится никогда. Она одна, единая целая. И мы наделяем... Добавить, это слово ботто, масло, это, наверное, от этого слова. Ну, не совсем от этого, но вы очень близки к этому, потому что... Болтать, то же самое, его взбалтывать молоко, прежде чем масло. Потому что дать мелкие, это пахта, пахтами взбитое молоко. Взбитое, взбивать, боттое. У них что ни слова, все удар. Я вот читаю, это что за перевод такой? Это разный перевод? Слова с разными буквами, с разными корнями. Удар, 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 удар. Ну, русский язык достаточно богат, чтобы на каждый удар было свое назначение удара. Но, тем не менее, у них всегда пишется удар. Ну, хорошо, ладно. Взбитое молоко, пахта, боттое молоко. То же самое боттое флай. Как только там и с маслом связывали, вот от масла, от крыльев остаются масляные пальцы, поэтому она масляная. Да ничего, не просто, она бьет крылышками, и все. Дальше. Вот это вот слово... А, кстати, я специальную выписку сделал, чтобы вы не подумали, что... Я вам просто пыль в глаза пускаю. Ага, есть. Значит... Вот это вот слово. Буз. Есть слово бузить, бусить. Бусить в русском языке это то же самое. Скандалит, говорить, там что-то внушать, бусить. А слово бузить. Абсолютно то же слово. В английском присутствует бузить, это бухать. Лодкино бузинцев. Бухать, так и пишется в словаре. Тут я ничего не... Бузить. Дальше. Басл. Басл. Что означает? Возьмя, склока, скандал. Русские слова. Базл. Басл. Дальше. Батать только что мы сейчас вам... Дальше. Что еще у нас с абузой связано? Буз. Напряжение. Бизнес во время дела, во время каких-то там разборок, скажем так. Но, хотя это и восточное слово, в английском языке оно присутствует с двумя А, почему-то, базар. Но означает, кстати, кроме торговой, еще и разговор, оживленный и шумный разговор. И поэтому в их сленге базар, и в нашем сленге базар имеет абсолютно одно и то же значение. Все это один корень. Вот они гласные разные, но смысл, он пересекается с русским языком во всяком случае. Допустим, это слово, база, английская. Не что его это, гул. На базаре гул. Во время, кто-то бузит гул. Ну, а... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова